Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Мы озвучиваем занятия, которые были в Потеряевке, тематические, по темам, с 91-го года. Это все лежало, но оно написано, опубликовано было уже в книгах. Итак, купли и продажи. Явление купли и продажи было известно с самой далекой древности. Было много натурального обмена. Одному нужно было то, что есть у другого. Вот и вот, твое нашло бы применение. С появлением денег процесс стал более интенсивным. Из Икиль 27.19. Дан и Иован из Узала платили тебе за товары твои выделанным железом. Кассия и благовонная трость шли на обмен тебе. Видите, вот я сказал, и сразу подтверждаю, какое место. Писание. Сегодня те, которые выходят на народ, там, священники, известные с именами, ни один этого не делает. Они говорят то, что им преподавали, знают верно, неверно, проверить нельзя. Ушел, забыл, нету. Надо говорить, как Слово Божие говорит. Людей приводить ко Христу. Вот сказал слово, на обмен шло. Ну, где вот, на обмен, все. Это единственное место, которое нашел из Икиля 27.19. Очень редкое. Вот наблюдайте за этим. Или редко шли на обмен. Но только это слово встречается в Библии всего один раз. Первая купля-продажа была необычной тем, что происходило между двумя братьями, двойняшками-близнецами. И продавалась духовная заплотская, вечная, завременная. Притом добровольно. И никакого насилия не было допущено на этом базаре. И происходило это около четырех тысяч лет тому назад. Бытие 25.31. Подтверждает. Сказал сразу подтверждать. Но Иаков сказал Исаву, продай мне теперь же свое первородство. Бытие 25.33. Иаков сказал ему, поклянись мне теперь же. Он поклялся ему. И продал Исав первородство свое Иакову. Такие продавцы есть нечестивцы предачами Божьими. И всего лишь один раз заплатили ему. И уже все позади. Евреям 12.16. Чтобы не было между вами никакого блудника. Никакого. Я не представил. Ты зачем? Я даже... Какого? Какого блудника? Или нечестивца, который бы, как Исав, за одну снеть отказался от своего первородства. То есть это очень осуждается. Зависть толкнула причинить боль брату и покуситься на его жизнь. Бытие 37.28. И когда проходили купцы мадьянские, вытащили Иосифа из Орва и продали Иосифа измальтянам за 20 сребреников. А они отвезли Иосифа в Египет. Пока еще только 20 монет. Но на горизонте маячит продажа самого Сына Божия. Но уже подороже. И покупатели найдутся из далекого и языческого Египта купцы. Псалом 104.17. Послал пред ними человека. В рабы продан был Иосиф. Матфей 27.9. Тогда сбылось реченное через пророка Еремию, который говорит. И взяли 30 сребреников. Цену оцененного, которого оценили сыны Израиля. Притча 11.26. Кто удерживает у себя хлеб, того клянет народ. А на голове продающего благословение. Притча 23.23. Купи истину и не продавай мудрости и учения и разума. Сегодня земля представляет великое торжище. Ярмарку суеты. Откровение 18.11.18. И купцы земные восплачут и возрыдают о ней, потому что товаров их никто уже не покупает. Товаров золотых и серебряных, и камней драгоценных, и жемчуга, и висона, и порфиры, и шелка, и багряницы, и всякого благовонного дерева, и всяких изделий из слоновой кости, и всяких изделий из дорогих дерев, из меди, и железа, и мрамора, корицы, и фимиама, и мира, и ладана, и вина, и елея, и муки, и пшеницы, и скота, и овец, и коней колесниц, и тел, и душ человеческих, и плодов угодных для души твоей не стало у тебя, и все тучное и блистательное удалилось от тебя. Ты уже не найдешь его. Торговавшие всем сим, обогатившиеся от нее, встанут вдали от страха мучений ее, плачая, рыдая, и говоря, горе, горе тебе, великий город, одетый висон, и порфиры, и багряницы. Почему висон непонятно? Никогда не слышал такого. Висон и порфиры багряницу, украшенные золотом и камнями драгоценными, и жемчугом, ибо в один час погибло такое богатство. И все кормщие, и все плывущие на кораблях, и все корабельщики, и все торгующие на море, встали вдали, и, видя дым от пожара ее, в Азапиле говоря, какой город подобен городу великому? Ну, считается, что это Вавилон. А Вавилон толкуется, что Рим. А с претензией на Рим, второй Рим, Константинополь, третий Рим, Москва, как говорит Епифанис Лавенецкий. А четвертому не быть. Так что все вот это бедствие, сожжение, это к Вавилону относится. Вавилону последнему, то есть к Москве. Среди святых мы не видим купцов, но если он был торговец, был добрый, то он оставлял это дело. Деяние 4.34 Не было между ними никого нуждающегося, ибо все, которые владели землями и домами, или домами, продавая их, приносили цену проданного. Особенно вредно, когда занимаются спекуляцией, перекупают. С одного конца города перевозят в другой угол и делают наценку в три дорого. Перекупщики в товары эти не вложили ни рубля. Серахов 27.2. Посреди скреплений и камней вбиваются гвозди. Так посреди продажи и куплев выторгается грех. Серахов 42.1.5. Не стыдись вот чего, и из лицеприятия не греши, без пристрастия в купли и продажи и строгого воспитания детей, и окровавить ребро худому рабу. Каждый член церковной общины должен показывать великую ревность. Пусть огонь Божьего меча пронесется над нами сегодня. Никто не думал, что купля-продажа... Никогда не думал, что купля-продажа имеет такую смертоносную бациллу. В нашей общине торговало 14 человек на базаре. Кормили тех, кто торгует там. Осталось двое. Они переехали в Потеряевку. Духовное состояние обоих нулевое и даже минусовое. Продает человек что-то. Я советую составить купчую. Все же дом покупаешь, не шапку. В ответ сразу же. Как так? Мы же все верующие. Что? Тут какая-то банда разве собралась? Спрашиваю. Виталий, ты Библию читал? Что она говорит про это дело? Смотрит совершенно опустошенным взглядом. Вижу, что не читал и боится в этом признаться. В Израиле все были верующими и однако составляли купчие. Еремея 32, 9, 14. Вот я сказал и сразу местописание, местописание. И когда кончится эта тема, у людей только успевают Библию считать. Теперь меня не надо здесь. Я не нужен там. Ты пришел к ногам Христа. Все, моя задача выполнена. И купил я поле у Анамиила, сына дяди моего, которая в Анафофе, и отвесил ему семь сиклей серебра и десять сребреников, и записал в книгу и запечатал ее, и пригласил к тому свидетелей, и отвесил серебро на весах. И взял я купчую запись, как запечатанную по закону и уставу. Это закон и устав требует этого. Так и открытую. И отдал эту купчую запись Варуху, сыну Нирии, сына Моасии, в глазах Анамиила, сына дяди моего. Двою родного брата. И в глазах свидетелей, подписавших эту купчую запись, в глазах всех иудеев, сидевших на дворе стражи, и заповедал Варуху присутствие их. Так говорит Господь Савоов, Бог Израилев. Возьмите из записи эту купчую запись, которая запечатана, и эту запись открытую, и положи их в глиняный сосуд, чтобы они оставались там многие дни. Ну что запечатано, это можно понять как архивную. Что мы делаем, там же и, ну везде, в нотариальной конторе что-то хранится. Сегодня, чтобы сделать вот эту перепродажу, сколько надо людей? Это оно же покупатель, продавец и два свидетеля. Все, четыре человека. Недавно писали, насколько это верно, чтобы землю оформить в Москве. 200, кажется, 60 подписей надо собрать. Сколько же там их нацепилось-то этих? Сирахов 42.1.5 Не стыдись вот чего, и из лицеприятия не греши. Не стыдись точного исполнения закона Всевышнего, и завета, и суда, чтобы оказать правосудие нечестивому, споры между товарищем и посторонними, и предоставление наследства друзьям, точности в весах и мерах, много ли, мало ли приобретаешь, без пристрастия в купле и продаже, и строгого воспитания детей, и окровавить реброху дому рабу. Не стыдись вот чего. Давай-ка мы сейчас это разделим и заново прочитаем. Точное исполнение закона Всевышнего. И завета. И завета. То есть на сегодня нас говорят, вот у вас там вы такое, там и одежда такая, то есть обвиняют за точное исполнение. И суда, чтобы оказать правосудие нечестивому, споры между товарищем и посторонними, и предоставления наследства друзьям, точности в весах и мерах, много ли, мало приобретаешь, это в весах надо все. Без пристрастия в купле и продаже, и строгого воспитания детей, и окровавить реброху дому рабу. Никуда это не делось. Нарушение договора бывает, когда передвигают пограничные столбы. Договор. Второзаконие 27.17. Мы застолбили, договорились, это как столб межевой стоит. Договор. Проклят, нарушающий межи ближнего своего. И весь народ скажет аминь. Слово аминь означает истина. Да будет так. Это слово встречается в Библии 52 раза. Цифры всегда даются по полной Библии. С учетом и 11 неканонических книг. Слово истина не было в переводе. Еще 138 раз. Из них 24 раза слово аминь. Повторено. Аминь, аминь. Вторая ездра 9.47. И весь народ возгласил аминь. И подняв кверху руки, и припав на землю, поклонились Господу. Видите как. Подняли руки, все вверх подняли. И вместе поклонились. А то, говорят, откуда взяли, что руки поднимать? Из Библии. Стоит задуматься, для чего так много? То есть в общей сложности 190 раз слово сказанное еще и закрепляется этим утверждающим аминь. Аминь означает, да будет так. То есть истина так. Здесь межа, за которую никому не разрешается переходить. Ибо он сам есть истина. Это он и сам с большой буквы. Бог. Иоанна 14.6. Иисус сказал ему, я есмь путь и истина и жизнь. Никто не приходит к Отцу, как только через меня. Так, дома указанные. Дома. Дома указанные места читайте полностью. В контексте. Когда народ Божий входил в обетованную землю, Бог показал людям две горы. Одна гори Зим – это гора благословения. Люди тут жили, и никто не подозревал, что эта гора чем-то отличается от других соседних гор. А вот эта гора – Гевал. И через эти вещественные горы вы, люди, приведены, будете к вечному свидетельству этих гор. Бог берет в свидетели горы, может взять и другие неодушевленные предметы. Жертвенник из камней. Проклятие – это неблагословенность во всем. В рождении, в смерти. В земле, в друзьях, в рассуждении. Проклятая советская власть. Она всем честным людям была и остается навеки ненавистна, потому что все в ней богопротивно. Слово «проклят» встречается в Библии каноническое 108 раз. Цифра 108 – это псалом проклятия 108. Это 108 бусинок у сатанинской религии буддистов. Это дни колдовства антихриста Иванова Порфирия. Вот где встречаются эти цифры, я нашел, где они еще встречаются. И 108-й псалом из 150 – это единственный псалом проклятия. И в неканонических книгах еще 12 раз проклинается злодейство. Если священник в алтаре почему-то не причащается вместе со всеми, то его нужно расспросить, почему он устраняется от общей трапезы. Если благословной причины нет, то он уже под присмотром. Когда я сказал это по канонам, мне местный житель говорит, что тут положено закладывать. Как видите, что тут положено закладывать, ты запятую-то видишь что-то, что тут положено, это ты так прочитал, выбросил запятую. Он говорит, что тут положено закладывать, то есть доказывать батюшке кому, что я не причащался, то есть это блатной. И он выехал, конечно, он с ворами везде, знаете, закладывается, ездит по полям ворованную пшеницу покупать, все было. Как видите, уже блатная терминология шагает по нашим мозгам, если они не пропитаны библейским духом. Второзаконие 12, 13, 14. Берегись, приноси все сожжения твои на всяком месте, которое ты увидишь. Ну, на том только месте, которое изберет Господь Бог твой, в одном из колен твоих. Приноси все сожжения твои и делай все, что заповедую тебе сегодня. Вот так. Если ты решил по-другому, вопреки своей подписи, сделать, как говорят, дезавуировать ее или передвинуть уже установленную межу, то это возможно, но только по согласию с той же стороной и с ее новой подписи. Иов 24, 2. Межи передвигает, угоняет стада и по суду себя. Кто передвигает межу, тот уничтожен будет Богом. Притча 15, 25. Дом надменных разорит Господь, а межу вдовы укрепит. Ося 5, 10. Вожди Иудины стали подобные передвигающим межи, и залью на них гнев мой, как воду. То есть мы договорились, допустим, у меня кто-то приходит, живет со мной на квартире, я составляю договор с ним. Вот у меня жил брат Игорь Дыбунов за стенкой, это отдельная квартира, совсем 14 лет. Это не два дня. Поставил сразу правило, никогда ни с кого с квартирантов не брать. Никогда. И за всю жизнь ни одной копейки не взял. Не считаю это никакой своей заслугой. Но ему сразу написал, никого чужих не приглашать. И ни своих без разрешения. И у него сколько раз приезжал отец, он каждый раз придет и спросит. Кто нарушает договор, подобен разбойнику. С разбойником и разговор должен быть по тем законам, как принято с ними разговаривать. О договоре. Нарушающий договор, преступник, захватчик. И его договор это договор с преисподней. Исайя 33, 8. Опустили дороги и не стало путешествующих. Он нарушил договор. Разрушил города. Ни во что ставит людей. Вот и все. Обещали как? Землю людям, все, Ленин. Потом все нарушил договор-то. И земля его не принимает. На поверхности все вымачивают в каких-то там растворах. Он договор нарушил. Мир, война, все абсолютно перевернул. Самый преступный человек за 2000 лет. Только антихрист больше его будет. Исайя 28, 15. Так как вы говорите, мы заключили союз со смертью, и с преисподней сделали договор. Договор. Когда все поражающий бищ будет проходить. Он не дойдет до нас, потому что ложь сделали мы убежищем для себя. И обманом прикроем себя. Исайя 28, 18. И союз ваш со смертью рушится. И договор ваш с преисподней не устоит. Когда пойдет все поражающий бич, вы будете попраны. У нас устав деревенский. И все, кто поселяется, они пишут заявление, что Потеряевка, как зарегистрировано в Краевом отделе юстиции, это новое поселение строится для чего? На старинных, благочестивых, евангельских, русских обычаях. Указано на христианских. Для того, чтобы восстановить всю инфраструктуру вокруг. А люди начинают нарушать. Пояс обыкновенно не носят. Или выпивать начинают. С ними разговор очень простой. Его подводят к тому же договору, который подписал. Ты его нарушаешь. Ты с Богом будешь иметь дело. И у них ничего не ладится. Они выезжают. А что вы будете с ними делать? Ничего мы не будем делать. Мы просто молиться будем. И Бог перекрывает ему шланги эти, пережимает кислород. Как Авраам покупал поле? Значит земля была частной собственностью. И все совершалось. И тогда по договору. А дума никак не может решить. Землю можно нет частную собственность отдавать. Бытие 23.12 Авраам поклонился пред народом земли той и говорил Ефрону вслух всего народа земли той и сказал. Если послушаешь, я даю тебе за поле серебро. Возьми у меня, и я похороню там умершую мою. Ефрон отвечал Аврааму и сказал ему. Господин мой, послушай меня. Земля стоит 400 сиклей серебра. Для меня и для тебя что это? Похорони и умершую твою. Авраам, выслушав Ефрона, и отвесил Авраам Ефрону серебра. Сколько он объявил вслух сновхетовых? 400 сиклей серебра. Какое ходит у купцов? И стало поле Ефронова, которое при Махпеле, против Мамри, поле и пещера, которые на нем, и все деревья, которые на поле, во всех пределах его вокруг. Все перечисляется. Теперь у них все время началась война. Они враждебны друг другу. Но земля эта принадлежит этому народу, этому Аврааму. И он может беспрепятственно прийти на свою территорию. И приходят туда хоронить те, кто по отношению хозяев всей земли враги. Но никто не смеет посягнуть на эту пещеру. Сейчас пишут, что Берия... Лаврентий Павлович дал разрешение своим грузинам прогонять овец на пастбища через Краснодарский край. Но по одной дорожке их не прогонишь. Их худо-бедно. А теперь приходится им отдавать 50 тысяч гектар земли. Плодороднейшая земля. И сталинский закон по сегодняшний день не могут отменить. Нужно двустороннее согласие. А тут верующие. И чуть что? Я отказываюсь от своих слов. Безумство подлых. Это у нас люди, которые стали... А я отказываюсь от своей подписи. Ну, что можно сказать? Я называю безумство подлых. Завещание не имеет права нарушить никто. Со смертью завещателя оно вступает в силу. Евреям 9, 16, 17. Ибо где завещание, там необходимо, чтобы последовала смерть завещателя. Потому что завещание действительно после умерших. Оно не имеет силы, когда завещатель жив. До этого говорили о договоре. Это завещание к той предыдущей речи никакого отношения не имеет. Просто все разбирается подряд. Завещание. Я еще жив. А с меня требуют, чтобы мое завещание вступило в силу, пока я еще хожу по земле. И, наконец, мне выдали. Да мало ли, что в Библии написано. Слово «завещать» встречается в Библии 34 раза. И всегда смысл этого слова направлен на абсолютное уважение к завещателю. При договорах участвуют свидетели. Это слово встречается в разных вариантах Библии 278 раз. То есть свидетель. И всегда это означает, что ты знаешь, ты видел, и ты должен быть честным. Бытие 31-46 И сказал Иаков родственникам своим, наберите камней. Они взяли камни и сделали холм, и ели, и пили там на холме. И сказал ему Лаван, холм сей свидетель сегодня между мною и тобою. Никаких не было нотариальных контор, ничего. И так и стоит. Бытие 31-48 И сказал Лаван Иакову, сегодня этот холм и памятник, который я поставил между мной и тобою, свидетель. Посему и нарешено ему имя Галад. Бытие 31-52 Этот холм свидетель. И этот памятник свидетель, что ни я не перейду к тебе за этот холм. Ни ты не перейдешь ко мне за этот холм. И за этот памятник для зла. Иисус Новин 24-27 И сказал Иисус всему народу, Вот камень сей будет нам свидетелем, ибо он слышал все слова Господа, которые он говорил с нами сегодня. Он да будет свидетелем против вас в последующие дни, чтобы вы не солгали пред Господом Богом вашим. Интересно, памятник что? Он слышал, как живым разговаривают-то? Руф 4-9 И сказал Ваоз старейшинам и всему народу, Вы теперь свидетели тому, что я покупаю у Наимени все Елемелехова и все Хелионова и Махлонова. Второзаконие 17-6 По словам двух свидетелей или трех свидетелей, должен умереть осуждаемый на смерть. Не должно предавать смерти по словам одного свидетеля. Интересно, советские вообще ничего не признают. А вот это была чрезвычайная тройка. Прокурор области, там НКВД был, кто, ну и как губернатор сегодня, первый секретарь. И они решали, заведут человека, вывели все расстрелы, заведут, выведут расстрел. А ничего нету за ним. И подписывали, и подписывали. И каждому спускались вверху. И говорили, на этот месяц вам отпущено, чтобы вы нашли полторы тысячи расстреляли. И требовали добавки. Это Хрущев такой был. Расстрелять пять тысяч, он говорит, увеличьте нам дотацию, тут еще врагов нашли. Еще больше. И называли это куски мыла. Свидетель должен стоять за правду, не боясь угроз. Меня меняет показания, пугает, убивает. В Израиле все, кто пытался бы дать ход следствию иной, кто подговаривал бы свидетели, должен был бы тоже умереть. Притча 16-19. Он же свидетель, наговаривающий ложь и сеющий раздор между братьями. Ну а сегодня как? Так он выходит и начинает, говорит, ты не давай показания. Люди отказываются от показаний, уходят, иначе убьем мафию. Они должны быть немедленно арестованы, уничтожены эти люди. Притча 12-17. Кто говорит то, что знает, тот говорит правду, а у свидетеля ложного обман. Не подумайте, что я требую расстрела или что? Я говорю по-библейски, как было тогда. Притча 14-5. Верный свидетель не лжет, а свидетель ложный наговорит много лжи. Притча 14-25. Верный свидетель спасает души, а лживый наговорит много лжи. Притча 19-5. Лжесвидетель не останется ненаказанным, и кто говорит ложь не спасется. Притча 19-9. Лжесвидетель не останется ненаказанным, и кто говорит ложь погибнет. Притча 19-28. Лукавый свидетель издевается над судом И уста беззаконных глотают неправду Библии там в народе не было И помню, у меня дядя когда обратился Нашел священника старообрядческого А у них календарь пришел Он мне показывает Лжесвидетель не останется, не наказан Кто говорит, ложь не спасется А у него вызывали дочь И она показания дала ложе И он о ней беспокоился Библии-то не было Но вот эти слова в старообрядческом календаре Были написаны, ну в каком году, я не знаю Может быть в 66 Притча 21-28 Лжесвидетель погибнет А человек, который говорит, что знает Будет говорить всегда Не будь лжесвидетелем на ближнего твоего К чему тебе обманывать устами твоими? Притча 25-18 Что молотый меч и острая стрела То человек, произносящий ложное Свидетельство против ближнего своего Исайя 8-2 И я взял себе верных свидетелей Урию священника и Захарию сына Варахиина И Еремея 32-10 И записал книгу и запечатал ее И пригласил к тому свидетелей И отвесил серебро на весах Свидетель должен говорить да Значит так оно и было Или нет Значит не подкупишь Знай, что этого не было Матфея 5-37 Но да будет слово ваше Да, да, нет Нет Нет, нет А что значит Если нет То до конца нет стоит Ты уже сказал Тебя нельзя подкупить А что сверх этого То от лукавого Откровение 3-14 И ангелу Ладикийской церкви напиши Так говорит Аминь Свидетель верный и истинный Начало создания Божия Иисусу имя Аминь В исключительных случаях в Новом Завете Призывали Бога в свидетели На каждом случае этого делать нельзя Чтобы говорить Бог видит Ты видишь милосердный У нас бывает так А что-то не так там И сразу Ой, Господи, ты видишь, ты видишь Призывает свидетели Ну то есть легкомыслие Второе к Коринфянам 1-23 Бога призываю вас свидетели На душу мою Что щадя вас Я доселе не приходил в Коринф То есть я не приходил Потому что я должен установить закон Должен наказать Так вы исправьтесь Чтобы я пришел Чтобы мне дальше-то не лупить вас там В иных народах Где нет даже и письменности Главная печать Ударить по рукам Спорят, спорят, разойдутся Потом все же ударят по рукам У нас недавно подобный случай произошел Этот милиционер Дружинин Самовольно захватил Под свою усадьбу Почти в два раза больше Чем следует по нормам Да и мы восстанавливаем потеряевку А не придумаем что-то новое И где была усадьба Там мы ставим Столько же домов Как и раньше было Пришли к нему Что же ты так делаешь Самовольно захватываешь ее А он взял рыбацкое сверло Чем лед сверлят И до чечки наставил Застолбил Я пот проливал Мне сельсовет нарезал Ну вот как раз Где Диакон сейчас там живет Он у него Я передвинул То есть Диакону землю отдал Не было бы Он же почти под самый дом Я провел Пока он там горлопанил Мы столбушки вырвали И установили на прежнее место С одной стороны От него уже живут люди И у него В два раза больше Уже получилось Чем у соседей И понял Или испугался Он идти против всех И подняли они с батюшкой руки По рукам По рукам И хлопнули ладонями друг у друга Это означает Что я рукой клянусь Мы здравствуемся Руку подаем друг другу Для чего подавать руку Если в ней ничего нет По масонски левую руку подают Есть народности Где при встрече Показывают друг другу ладони И язык между зубами Что у меня против тебя нет Ни в руках оружия Ни на языке дурного слова Чтоб ты проверил Второе царство 29.10 И сказал Иоав Амиссаю Здоров ли ты брат мой И взял Иоав Правую руку Амиссая за бороду Чтобы поцеловать его Амиссай же не остерегся Меча бывшего в руке Иоава И тот поразил его И в живот Так что выпали Внутренности его на землю И не повторил ему удара И он умер Вот какой коварный был В Греции во времена Златоуста Невесты приносили с собой Перечень всего Что было за них приданное Это как купча Развод Когда приходил Ложки Чашки Возвращались к своей владелице Серахов 33.19.24 Ни сыну Ни жене Ни брату Ни другу Не давай Власти на тобою При жизни твоей И не отдавай Другому имение твоего Чтобы раскаившись Не умолять о нем Вот отдадут А потом Я теперь не знаю Но я буду с родителями Мне сегодня ночью Один такой же Скинул материал Да коли ты жив И дыхание в тебе Не заменяй себя Никем Ибо лучше Чтобы дети Просили тебя Нежели тебе Просмотреть В руки сыновей твоих Во всех делах твоих Будь главным И не клади пятна На честь твою При скончании дней Жизни твоей И при смерти Передавай наследство Король Лир Шекспира Прочтите И леди Магбет Мценского уезда Лескова В фильме И книге Отверженные Виктора Гюго Епископ Говорит Преступнику Жану Вальжану Я покупаю у тебя Душу И передаю Ее Богу ныне Если мы верующие То должны Взять под строгий Контроль Все Где что-либо Касается денег И имущества Это касается Договоров Завещаний наших Долгов Этим можно торговать И на этом Можно покупать Если ты верующий То у тебя должны На все быть Свои мерки Вот у нас Приезжает Потеряевку Некоторые Я предупреждаю Вот с этим человеком Один человек есть Никогда Никаких договоров Ничего Взаймы не бери у него Деньги Или вещевые Какие-то У нас вообще Уставе написано Без согласия мужа С женами Никаких сделок Не делать А это Даже согласие мужа Будет С ней не делать этого Потому что она Неверна В слове своем Дальше Слава Иисусу Христу Так это касается Договоров Завещаний наших Долгов Эти можно торговать И на этом Можно покупать Если ты верующий То у тебя должны На все быть Свои мерки Что бы ты ни продавал Ты должен Говорить Не только положительно Что заключается Лечь Так ли продаете машины Или скрыть бы Недостатки И подмазать Подмарафитить И сбагрить поскорее А потом удивляешься Что тебе Такого же коня Подсунули Когда сам человек Что-то вырастил И потом продает Это честная торговля Как торговал И святой Спиридон И другие Это честная Твоя добыча Чтобы при продаже Получить благословение От людей Нужно делать Все по-честному И чуть подешевле Продавать Чтобы получить Благословение От Бога Нужно продать И к ногам апостолов Положить Благословение Несет Десятина Со всего Проданного Тобой Ничего нет Страшнее Оказаться В рабстве У безбожника Лютого Как русские В Чечне Или в Афганистане У татаро-монголов Святые считают Что это Страшнее войны Плен Иоиль 3.3 И о народе Моем Они бросали Жребий И отдавали Отрока За блудницу И продавали Отраковицу За вино И пили Иоиль 3.6 И сынов Иуды И сынов Иерусалима Продавали Сынам Эллинов Чтобы удалить Их От пределов То есть Увести Жили в Иуде То есть То есть То есть они не нарушали, не шли, но чтобы первыми войти, как суббота кончила, 6 часов вечера, чтобы уже в городе скорее торговать. С того времени они не приходили в субботу. Закон должен быть строгий и исполняться. Рассказывали, что после потери веры в Бога люди перестали слышать голос совести. У одних сдохла большая свинья от Сибирки, но сумели ее продать. Продавец задержался на ночь в городе, и когда возвращался из города в свою деревню, то его на привале в одной деревушке накормили хорошей свининой, и хозяин похвалился, что подешевле ему ее продали вчера. Он узнал своего покупателя и узнал, что мясо чрезвычайно опасно, но купившим не было вреда от него, они не знали его вредности. А продавцу сделалось худо, его рвало долго, и он умер у них в доме. Торгуют знаниями, берут за дельные советы, за консультацию и деньги, торгуют телом и на работу нанимаются. Их женщины продаются. Еще Ленин, грабитель трудящихся масс, и тот говорил, что нужно учиться торговать настоящим образом. Имел в виду, конечно же, не мелочь, а как перепродать за границу награбленное в церкви. У богатых дьявол-купец с большим стажем, у него свои мерки, ценники. 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 Хочешь быть богат, продай душу в ад. Таких сделок у него, таких купщих, миллиарды. Самая богопротивная торговля, какая только есть на земле, это православных храмах, комки со святостью, кавычках, святостью, храмовой. Храмовой. Ну почему храмовой, не храмовой-то? Храмовой. Может быть, храмая какая, не знаю. Христос дважды сталкивался с этой заразой, и оба раза бил продавцов и покупателей. Выгонял, опрокидывал ящики, кассовые аппараты летели на пол. Иоанн 2.14.17. И нашел, что в храме продавали валов, овец и голубей, и сидели миновщики денег. И сделал бич из веревок, выгнал из храма всех, также и овец, и валов. И деньги у миновщиков рассыпал, а стол их опрокинул. И сказал продающим голубей, возьмите это отсюда, и дома отца моего не делайте домом торговли. При всем ученики его вспомнили, что написано, ревность по доме твоем снедает меня. И в другой раз уже более строго обошелся с этими окаянными хулителями святости Божьей. Во всех храмах, сто процентов почти, везде торговля. Марка 1.15.17. Пришли в Иерусалим, Иисус, войдя в храм, начал выгонять продающих и покупающих в храме. И стал у миновщиков из камьи продающих голубей опрокинул. И учил их, говоря, не написано ли, дом мой домом молитвы наречется для всех народов, а вы сделали его вертепом разбойников. Это торговли, как нарывами, как язвой, тысячелетние покрыты все храмы и монастыри. Значит, Христос еще до этих мест не дошел, иначе бы он вышиб этих крохоборов с этой площадки. Это торговля душами, когда от грехов думают откупиться. Ося 4.8. Грехами народа моего кормятся они, и к беззаконию его стремится душа их. В житиях описываются подобные случаи. Торгуются, продаются, чтоб только была выгода. На кон ставят бессмертную душу. Продают родину, тайны, дружбу, близких. Лука 12.33. Продавайте имение ваше и давайте милостыню. Приготовляйте себе влагалище не ветшающее, сокровище не скудевающее на небесах, куда вор не приближается и где моль не съедает. Лука 17.28. Так же, как было и в дни лота. Ели, пили, покупали, продавали, садили, строили. Торговля является собой один из признаков пришествия Христа. Она будет особенно интенсивна в последние дни. Сегодня даже малые дети торгуют. Страна это огромный рынок, базар, где миллионы комков. Но в торговле будут и ограничения. Те, кто не имеет печати антихриста, потеряют доступ к торговой точке. Откровение 13.17. И что никому нельзя будет ни покупать, ни продавать. Кроме того, кто имеет это начертание, или имя зверя, или число имени его. Видите, необычно так заканчивается. Это ясно, что оно оборвано. Я сейчас тоже отключу, кто слушает, если нет.